Удельники Международного патриотичного проекта «Дорогами памяти и славы» протягивают наведывать историческое место на Могилевщине. Нагадаем, этот молодежный проект областного комитета БРСМ ожитивляется при особистой подтримке старшине Могилевского облаконкама Анатолия Исаченко. Незабывное уражение на этой патриотичной акции зарабил мемориальный комплекс увезцы Борки Кировского района. Увезцы Борки Кировского района в червне 1942 года отбылась одна из самых буйных карных операций нацистов на территории Беларуси под час Великой Ичиной войны. Мемориальный комплекс у память же хоров у всех спаленных ввезок Могилевской области, Краная, Наватых, кто тут не в первый раз. Это первый мемориал, который такой вот, как с этим музыкальным поражением, прям вот, вот хочется просто взять сердце и вырвать из груди. И это очень тяжело, но надо, надо ездить, надо смотреть, надо знакомить. Особенно молодое поколение, даже еще моложе, чем мы, это сильно, это очень сильно, даже вот мурашки опять побежали. Молодь патриотичного проекта поглядела спектакль по одноименной поэме Могилевского поэта Алисе Козеке Марыйко. Глядать становится светком страшной траведы, спаление фашистскими катами без вины людей. Ты будто туда возвращаешься, конечно, не дай бог никому пережить такое еще раз, чтобы такое повторилось, никому. Но вот когда находишься на таких местах, действительно понимаешь, что вот это было, это было прямо здесь, с твоими предками, с твоими прадедушками, прабабушками. Это было на самом деле, это очень страшно осознавать. Моц Беларуси и России протягнула свое подороже дорогами памяти и прибыла на левый берег Ракипроня под шаусами. Тут яны разом с мясцовыми же хорами заклали капсулу часу. По словах первого сакратара Могилевского областного комитета Барсэм Александра Саксонова, капсула – это подзяка героичным учинкам у всех тех, кто допомог нам жить сенья. И напомин будущим поколениям про тое, что необходимо заховывать мир. Впечатление о проекте просто незабываемое и, наверное, словами мало что опишешь. Нужно просто приехать, побывать здесь, чтобы все эмоции передать, прочувствовать это на себе. Тут будет установленный памятный знак солдатам и командирам Червонной армии, які примали удел у кровопролитных боях у Кострычнику 1943-1944 года. Марта Милосердова, Александр Тарасов, Новинрегиона.